Ритуальные действия, а какие? Парочку примеров. Во-первых, меня, когда укладывали спать, накрывали, как только дверь закрывается, я сразу же вставал, ждал минуту и шел еще раз в туалет, хотя я ходил в туалет, потому что мне надо было еще раз ходить в туалет, обязательно. Не, подождите, вас тянуло в туалет, или вы считали, что вот я обязан сходить, потому что... Я обязан сходить, никуда меня не снуло, я даже не мог сходить нормально по Писке. Конечно, это ритуалы, конечно, вот они из детства. Кстати, это как раз и говорит о том, что это генетическое заболевание. Кстати, я хочу напомнить, чтобы вы мне напомнили, у вас травмы не было головой в родах? Все в порядке было? Не было. Не было. Ну, значит, если я правильно понимаю, там подозрение, что от папы вы получили гены, да? По-моему, да. Но у меня на МРТ сказали, что постнатальная гипоксия была. Не, блин, так это же травма. Конечно, постнатальная гипоксия – это травма. Вот она тоже могла наложить свой отпечаток. МРТ, все в порядке на МРТ головы? Там есть два очага, глиоза. Ну, так это вот, это как раз и перенесенная травма. Вот вам два гены и это. Понимаете, я не могу точно сказать, то ли это последствия, скажем так, вот этого перенесенного постнатальной гипоксии. Это не постнатальная, это родовая, во время рода. Вы что, были обвиты пуповиной или как? Вроде как нет. Мама спрашивала, говорит, нормально проходить глиоз. Откуда глиоз? Ну, вот на МРТ, видимо, мама говорит, нормально было. Не знаю. Ну, значит, значит, ненормально. Почему? Потому что, видимо, этот радиолог объяснил, что это враженые дела, и это не сегодняшнего дела. Значит, вы понимаете? Значит, я обычно придаю значение трем причинам. Первое – это гены. Гены всегда присутствуют, поверьте мне. Всегда. Всегда. Но бывает иногда в редких случаях, там, процентов 5-10, когда гены абсолютно нормальные, а вот тяжелая травма головы. Она тоже. И тогда вот все это бар, он находится, он называется органическое биполярное расстройство. Это F-06. То есть все то же самое, но не вызвано генетикой, а вызвано нарушением, значит, там, травмой головы, или натальной, или, значит, постнатальной, или во время родов, или во время беременности. Вот, травма головы, вот и все. Или, скажем, травма головы, это вот повреждение мозга в результате нейроинфекции, минингит, энцефалит, и так далее, и так далее. Вот он тоже, но там тогда меняется. Тогда не ставят, например, Сибар, F-31-6, да? Скажем, нет, F-31, это бар, генетик. А там ставят органическое 0-6, там ставят, сейчас я вам скажу, 0-6. То же самое, все то же самое, только меняется шифр. Почему? Потому что там органика. Органика, то есть либо инфекция, либо травма и так далее. Значит, вот ставят так. Вот, значит, F-06-31, органическое биполярное расстройство. Вот и все, отличие. Поэтому я не знаю, понимаете, вот то, что я смутно вспоминаю, вот папа ваш, в общем-то, такой циркулярный тип, довольно. Ну, не знаю, или замечал я это за ним, что он такой. Да вроде как тоже, особо циркулярных у меня таких нету. Ну, что мама, что папа, они просто тревожные такие. Мама очень сильно уставшая всегда, мама очень сильно подавленная такая, малообщительная. Папа вроде нормально общительный, просто такой был, довольно строгий в детстве. Скажем так, суровый, да, мужчина? Ну, да, не очень добрый был. Вспыльчивый, да? Да, бывало. Агрессивный? Бывало, да, когда что-то ему не нравится, да. Алкоголь был? Был, да. Ну, вот вам и все. Когда я был маленький, была сильная. Значит, все-таки мы на папу, понимаете, вы, вообще-то, папа и мама не должны были в жене, ну, и вас бы не было. Мама добавила тревогу, папа добавил биполярность, вот и получилась хрень. А тут еще, еще и родовая, да, травма, вот вам и все, вот вам, вот вам, вот вам и все это, и воспроизвело ваше заболевание. Вы же, конечно, вы вообще молодой, сколько вам уже, 19, по-моему, да? Да. А начали мы с вами в 17, да, ваше? Да. Ну, вот и два года, понимаете, вы все время, все время по форумам, все время на стримы ходите и так далее. Ну, все равно что-то вас там беспокоит. Ну, что, надо жить-то надо. Вот жить надо. Вот сейчас вы можете жить, а в августе до брентеликса вам сложнее было жить, вот и все. В августе вообще невозможно было жить с самолетом, там, сопровождение, это была депрессия, вот и все. Но я у вас в анамнезе знаю, что у вас есть и периоды, скажем, подъемов вот таких, не совсем нормальных. Даже, по-моему, там мы с вами колебались, либо это борделяйн, либо это, скажем так, биполярная. Но я борделяйн исключил, почему? Потому что при борделяйне настроение меняется по событиям, а у вас без всяких, у вас по внутренним. Понимаете, вы живете по внутренним часам. Это все уж таки, вот. Только я не знаю, либо это F06-3106, либо это просто F31. Вот это другое. Но суть от этого не меняется. Самое главное, что клинически это, скажем так, биполярные дела. Понимаете? Потому что у вас бывает то вы внизу, то вы вверху, то вы внизу, то вы вверху. Вот и все. А то, что у вас нечистая тревожная, поверьте мне. Потому что при чистом тревожном, если у вас было чем, мы с вами никогда не встретились. Я просто вот вспомнил, ну вот как раз про это, что в детстве было. Меня не показывали врачам. Конечно. Перепадов настроения тоже не было, но вот эти навязчивости очень сильно меня, конечно, поставили. Это только говорит, это говорит, понимаете, это не позволит мне исключить травматическое 0,6 или генетическое F31. Это я, я, понимаете, тут никто вам не ответит на этот вопрос. Потому что может быть и то, и то. А может быть в совокупности. Но то, что это... Почему? Если травма родовая, то с детства будет. Если гены, то же с детства. Вообще, вот эти заболевания, вот, биполярного или циркулярного такого спектра, это всегда очень рано наступает. Вообще, органика, вот, тяжелая такая процесс. Как им так вот, шизофрения, она тоже рано наступает. Чаще всего такие начальные. Вот у вас 5-6 лет навязчивости пошли. Обсессии. Вот вам и все. Обсессии стоят рядом с тревогой. Тревога. Это F40, F41, это GTR, так. Обсессии F42, не даром они рядом с законодателем этим, создателем. Они рядом размещены. Потому что там, вы знаете, я вам, я, может, забегаю вперед, я хотел это на стриме сказать. С моей точки зрения, уже, значит, в двух словах вот что. Значит, до Крепелина, до где-то первого десятилетия, двадцатилетия двадцатого века, классификация была совершенно другая. Крепелином в конце девятнадцатого века он начал ратовать за создание нынешней классификации, то есть нозологической классификации. Каждая имеет отдельное заболевание. Сейчас эта нозология разрослась до невероятных размеров. Поэтому сейчас, спустя сто лет, после того, как идеи Крепелина победили, и нозологический принцип восторжествовал, он тоже превратился в тормоз. Почему? Потому что мы все время расширяем, мы все время дробим, дробим и расширяем, и расширяем, и расширяем. Поэтому появились предложения. Всю эту классификацию, и она будет. К сожалению, в одиннадцатой пересмотре там только наметились некоторые тенденции. Например, в психопатиях многие психопатии убраны к чертовой матери. Их нет. Нарциссов нет, нет этих избегающих, нет анакастов, нет, по-моему, социопатов, нет этих вот параноидальной психопатии, по-моему, нет. Остался, по-моему, только, я точно не говорю, но вот Бардерляйн, и, значит, он там сохраняется. То есть уже сужено. Так вот, значит, есть предложение, пока только предложение, вот, оно пока, понимаете, это все сложно. Эти смены настроения в обществе, в медицинской общественности, психиатрии, там требует время, чтобы переработать все это. Так как Крепелену потребовалось лет двадцать, пока его идеи не укрепились в плане классификации. Значит, есть сейчас идеи такие. Отменить эту всю к чертовой матери классификацию, вот, которую сейчас, потому что нет чистых. Смотрите, у вас и тревога, у вас и навязчивости, у вас и, скажем, и бар, то есть, вы понимаете, а какой вам диагноз поставить? Тревожная F-40 или F-41 или F-42, значит, эти обсессии, либо F-31. Это, скажем так, биполярная, вы понимаете? Так вот, появилось предложение новое делать, скажем так, эти классификации. То есть, вместо этих миллионов F, миллионов, сделать, ну, 10-12 F, которые в каждом из этих 12 F, вот, будет содержаться нынешних 5-6-7 заболеваний, имеющих общность. Вот, например, что бы я сделал бы? Потому что я сторонник этого взгляда, я сторонник, ну, я же никто, поэтому как? Ну, я сторонник, я как человек, как врач, я считаю, что нынешняя классификация, она устарела, она тормозит, вот, и так далее. Значит, я бы, например, убрал бы F-31, убрал бы, я бы убрал бы F-32, я бы убрал бы F-33, я убрал бы F-34. Что это такое F-31? Биполярное. Что такое F-32? Это тяжелый депрессивный эпизод, первый. F-33 – это то же, что F-32, только рекуррентно, повторяющее. Что такое F-34? Это длительные, слабо выраженные, аффективные расстройства. То есть все эти, F-31, F-32, F-33, F-34 – это аффективная группа. Вот вместо всех этих четырех я бы сделал одно F-1, дальше, абсессии, F-42 нынешняя, дальше, F-40, по-моему, я вот не помню, где потеря контроля над импульсами, дальше тики и дальше заболевание этот вот Жиль де ле Туретта. Я бы убрал бы и сделал бы F-2. Почему? Потому что абсессии, Жиль де ле Туретта, тики и вот эти компульсии, скажем так, пиромания, игромания, трихотиломания, скажем так, клептомания, они как раз вот это все вместе, оно и лечится. Вот и все, вот. И таким образом уже мы бы убрали 4 тут и 4 тут, 8 убрали, вместо 8 было всего 2. И мы бы уже не отреагировали, значит, биполярная или там F-32 эпизод тяжелый эндогены, меланхолия, это меланхолия. Так, или, скажем так, рекуррентная меланхолия, либо вот эти F-34, там, циклотемия или десемия и так далее, и так далее. По сути дела, мы бы это не ставили, потому что все они лечатся одинаково, природа их одинаково. Вот вам и все. Ну, понятно, вам сложно это понять. А предложение говорится следующее, что либо поставить классификацию на основе общности, и то есть я вам хочу сказать, что F-31, F-32, F-33, F-34 вызывает один и тот же ген. Это первое. Либо при всех этих четырех заболеваниях поражена одинаковая анатомическая зона мозга. Все. Либо-либо. Вот классификация будет основана либо на гене, либо на этом. Вот. Вот и все. Вот и все. Вот, вот, вот в чем сущность. Вот в чем сущность. Поэтому ставим мы сейчас F-31, F-31 биполярное, или мы ставим 32, или мы ставим 33 рекуррента, или это. Лечатся одинаково. Одинаково. Абсолютно одинаково. И природа одинаково. Вот и все. Вот такое вот. Я это хотел, я это скажу, конечно, и на стриме. Вот. Ну, вам сложно понять. Вот. Ну, если прослушаете, поймете. Это не мое предложение. Это предложение группы психиатров молодых, которые вот-вот вносят. Ну, вы сами понимаете. Это МКБ-11 вот это новое? Да какая? Нет, это не МКБ. МКБ-11, это та же МКБ-10. Но в МКБ-11 уже учитываются некоторые предложения этой группы независимых прогрессивных психиатров. Я поддерживаю их. Я считаю, МКБ-10, МКБ-11 должно исчезнуть. Там должна быть создана на совершенно... Это все крепелиновские классификации. На крепелиновском этом вот принципе. Значит, а надо ставить на принципе либо гена, либо один и тот же ген, либо одна и та же анатомическая область поражения в головном мозгу. Все функциональное или там разрушение. Вот и все. Это нет. МКБ-это это также... Там некоторые имеются... Что-то добавили в МКБ-11, что-то убавили, но на самом деле принцип один и тот же. А вот я считаю и полагаю и верю, я уже этого не застану, конечно. Сколько там это МКБ-11 будет существовать? Ну, может быть, лет 10, я не знаю, может быть, 12. Вот через 10-12 лет будет совершенно на новых принципах, тех, которые я сейчас вам осветил. Почему? Это не мое предложение. Сам бы я и не додумался, но я согласен с ним на 100%. Вот я вам сейчас привел пример, как можно из 8 нынешних сделать 2 будущих классификации. Вот и все. Почему? Потому что и те, и те лечатся одинаково, клиника похожа, и там наверх. Что такое клептоман? У него возникает... Клептоманию можно, кстати, пустить и в импульсивную. Туда бы я бы еще добавил вот эти первые 4, 31, 32, 33. Я бы еще и борделян добавил бы, потому что там тоже вот это все, тоже оно очень похоже. Значит, из-за того уже и борделян исчез бы. Осталось 5. F1 включалось 5 нынешних. Вот. А может быть, туда добавить и вот эту потерю контроля над импульсами. Либо туда, либо в навязчивости. Это ж навязчивость. Человек не может отказаться. Он сидит и все время играет, 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 играет. Или обязательно не успокоится, пока не подожжет, пока не украдет на одну копейку эту вот запонку там, одна или приколочку. А он может... У него столько денег, что он может купить весь магазин этот. И не обеднеет. Вот. А ему надо украть. Поэтому вот вам, вот вам сколько... Вот это и есть принцип. Потому что там генетические или анатомические имеются... Я на этот вопрос ответить не могу. Имеется общность. И вот объединить целый ряд нынешних заболеваний по другому принципу. По генетической общности или по анатомической. Вот тот, кто понимает, кто разбирается, кто вот... Он поймет, о чем я сейчас говорю. Ну, я опять повторяю. Это требует времени. Надо этих стариков убрать. Там виситят эти генералы, маршалы от психиатрии. Они же решают это все. Они все решают. Профессура так называемая. Академики. А кто их сделал? Профессура. Вы понимаете. Они могли устареет. Такие же были. Крепелин боролся с ними. В России, кстати, первым приверженцем, скажем так, Крепелиновска, был Бернштейн. В 12-м году он уже начал использовать нозологию. А Сербский был противник. Корсаков, до Корсакова еще Корсаков не застал Крепелина. Вот. И так далее. А Сербский был враг. Он был старый, вот это, академический. А уже Бернштейн в 12-м году, у меня есть работа, я наговорил его. Он уже использует нозологию. Это первый человек в российской психиатрии, московской, царского времени, который признал это Крепелиновску. Там еще прошло 10 лет, и Крепелиновская, вот этот принцип, он и сегодня Господь. Но уже через 100 лет он уже себя исчерпал. Он уже себя исчерпал, потому что нет чистых этих. А есть какая-то, значит, скажем так, ну вот даже я вас перечислил. Навязчивость есть, тревога есть, и биполярность, и циркулярность. Так куда вас внедрить? В F31 или F41? ГТР или в это вот, в F42? Куда вас сунут? Значит, поверьте мне, ваш врач, я не знаю, что он оставит, но она же должна, она же работает в государственном учреждении, она должна для статистики ставить вам в шифр? Она сказала, что оставит шифр биполярного, потому что по нему много идет лекарств, которые компенсируются. Она лечить будет, ну как получается? Правильно, вы видите, там уже политика экономическая, поэтому она оставила. А вообще, что она считает? Вот в чем дело. Ведь дело же не в этом, это другой вопрос. Это ход, это правильный ход. Она ставит бар, потому что там возможности, там больше разрешено медикаментов. Вот, вот, это другой вопрос. Но нас же интересует в действительности, чем вы сами ради того, значит, чтобы получить лекарства или не получить. Вот в чем дело. Но она говорит что-то невротическое, что-то тревожное. Ой-ой-ой, понимаете, она на вас как на идиота. Что-то невротическое. Что это вообще? Что-то тревожное. Ну, как только тревожное она говорит. Ну, хорошо, что такое что-то тревожное. Она что, так и не разобралась, что у вас тревожное? Говорит, не знает. Либо ГТР, либо там УКР и так далее. Да, да. Ну, а на всякий случай оставим бар. А та тетка написала вам, вы шизоид. Понимаете, вот вам и вся психиатрия. Вот вам и вся психиатрия. Это вообще, какой из меня шизоид, я не знаю. Где она там это увидела, этого ужаса. Нет, это пример. Это пример, что такое психиатрия. Понимаете? Это не знает тебя, какое-то невротическое, какой-то тревожное. Может быть ГТР, а может быть тревога смешанная с депрессией. Вот, я выставляю вам бар, да. А это выставило вам шизоид. Пойдете к третьему, тот поставит. Я не знаю, что там. ТДР уже скажет. Уверенно. А это, значит, я не знаю. Вот и все. Но я всякие все-таки поставлю бар, потому что вот вам и психиатрия. Вы себе представляете, чтобы в эндокринологии вот такое было, чтобы в терапии такое было? Нет. Там ты сделал, сделал, скажем, аппаратное исследование, сделал анализ. Вот и все, и там твердо. Вот ты страдаешь кем-то. Все. А не, может быть то, может быть это. Вот это и есть психиатрия. Все многое зависит еще и от врача, от того, какой школе.